Я не верю в то, что Путин будет использовать тактическое оружие. Я уверен, что Путин будет использовать стратегическое ядерное оружие, потому что это, во-первых, выгодно Китаю, это такой ход конем. Во-вторых, Путин, ну, вот посмотрите. Но это же безумие, это же конец Китая. Конечно, а он разве, а он в своем уме, а зачем он так? А почему это выгодно Китаю? Зачем Китаю нужно, чтобы мир накрылся медным тазом? А почему мир-то? Накроется не мир, понимаете? Азия, Латинская Америка, Африка, они будут прекрасно существовать и подчиняться Китаю. И Китай свою кибертиранию может распространить на весь мир. Идеология там очень серьезное место занимает. Причем у власти находится Сы Цзиньпин, который такой замечательный ученик Мао. А если вы помните, Мао говорил, что ядерная война очень выгодна для Китая, поскольку в Китае самый большой народ, в результате ядерной войны Китай будет доминировать во всем мире. И это догма. Поймите, догму очень трудно из головы вырвать, тем более, что это правда. Давайте говорить откровенно. Ну, когда у Советского Союза было 46 тысяч боеголовок, у американцев там под 40 в 1972 году. Ну да, ну, наверное, весь мир бы разнесли. Ну, сейчас, когда ядерный боеголовок вот столько, да, даже трудно сосчитать. Ну, там, по всем договорам, там, 3,5 тысячи, да, средств носителей полторы. Ну, что это такое? Ну, разбомбят Америку, разбомбят Англию, Европу, да, разбомбят там часть России. Да, может быть, вообще только часть России разбомбят после того, как Путин попробует только нанести ядерный удар, да, уже получит по морде. Поэтому это не фатально, и никто не рассматривает сейчас ядерную войну как конец света. Вы должны это понимать. Ни один политик Запада, который реально понимает, как устроен мир и как устроено ядерное оружие, он не рассматривает это как конец света. Поэтому она вполне реальна. Вот тогда она не могла просто произойти, потому что, ну, весь мир бы взорвался. А сейчас она вполне реальна, и, как это ни странно, сокращение ядерного оружия сыграло очень страшную службу. Но я вам скажу просто о личности Путина, чтобы вы имели в виду. Он очень закомплексованный человек, очень закомплексованный. Вот я как раз хотела спросить, у нас остаются 3 минуты, кто из его окружения на него оказывает самое большое влияние? Ну, сейчас я не знаю, сейчас он всадник без головы. Я вот почему хочу сказать, что он применит ядерное оружие, потому что это край. Он всю свою жизнь, вот последнюю, когда стал президентом, он не мог в это поверить. Он стал же случайно президентом, видите, и никак не мог в это поверить. Себя он всю жизнь считал чмом. И тут он стал президентом. Понимаете, и поэтому, конечно, он, как определенная категория, так сказать, криминологов, называет таких людей малифик, то есть он зловредитель. У него есть желание совершать злые поступки. Но это из головы, из детства, давайте не будем разбирать. Скорее всего, это вообще генетически. Он малифик, он всегда выбирает путь зла. Он всегда будет пытаться, совершая преступление, да, и не будучи пойманным, совершить все более наглое, все более дерзкое преступление. Как любой маньяк, он будет желать, чтобы его поймали. Как Чикатило, совершая одно за другим преступление, он желает, чтобы его поймали, остановили. Вот так и здесь Путин внутренне желает, чтобы его остановили. Зачем он напал на Украину? Ну, спросите, у миллионов людей это имело смысл? Нет. А для него это имело принципиальное значение. И он продолжает упорствовать в своей ереси. Почему? Потому что он идет путем зла. И он все время накручивает. Почему? Потому что, в конце концов, он хочет, так сказать, ну, последний раунд с Богом сыграть. Все остальные раунды он пока выигрывал, пока ему ничего не было. Он что-то делал, поднимал глаза и говорит, ну, что ты мне сделаешь? Ничего. Ну, а я сделаю вот так. Опять ничего. И он видит, что весь мир ничего ему не может сделать. И любой такой преступник такого уровня, как Путин, а это мелкий жулик, причем малифик. Почему мелкий жулик? Да, вы знаете, я всегда говорил, чем мелкий от крупного отличается? Мелкий сколько бы не украл, он все равно все, ну, матом не хочу выражаться, вы сказали, ну, просрет. Да, вот все просрет. Вот сколько бы он не украл. Вот это Путин. Это мелкий жулик, малифик, злодей. Но он-то видит себя другим. Он же себя великаном видит вот на этих паниходах. Он не видит себя карликом. А все равно, конечно, у него есть определенный уровень критичности. Я думаю, что ему недолго осталось. Вот правда, недолго он остался. Конечно, недолго. В любом случае ему недолго. Понимаете, у него работает инстинкт самосохранения. То есть вот этот курок уже взведен. И независимо от того, мы его завалим. Он сам себя завалит при помощи ядерного оружия. Но мне бы хотелось, чтобы мы это сделали. Почему? Потому что я абсолютно убежден, что он нанесет ядерный удар. И в этом его суть. Сущность его такая. И почему весь мир это не видит? Почему они хотят лучше нанести ядерный удар по России, но ни в коем случае не уничтожать Путина? Вот загадка. Спасибо.